Чеш пшечели, я стем Анджеем, запрошам и до моего канала на ютубе. Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале на ютубе. Сегодня уже четвертый урок и речь пойдет о ситуации на таможне. Мы разберем основные фразы, которые могут понадобиться вам на таможне. Поехали! Первое слово подруж, подруж, путешествие. Вас могут спросить на таможне, цель выезду, цель поездки, цель выезду. Можете ответить есть там туристом, есть там туристом, либо же подруж службово, ну либо же можете сказать праца. И часто могут некоторых людей на таможне, кстати останавливают, вы проходите такой небольшой контроль и некоторых людей останавливают и могут по вашему приглашению посмотреть куда вы едете и могут спросить чем занимается фирма и в какой город едете. То есть такие основные информацию. Либо же даже могут позвонить на эту фирму, то есть даже так может быть, если, конечно, вы не едете ночью. Следующее выражение. Как долго вы пробудете здесь? Як долго пан пани замежет ту зосточь? Як долго пан пани замежет ту зосточь? Как долго вы пробудете здесь? Следующее, это скорее как вывеска, либо могут вам огласить проверка паспортов. Контроля паспортова. Контроля паспортова. Прошу сдать паспорта для оформления, либо для проверки. Прошу отдать паспорты до контроля. Прошу отдать паспорты до контроля. Следующая фраза. Приготовьте багаж для таможенного досмотра. И следующая фраза может за этим поступить Но, кстати, могу сказать, что когда я ехал, то не нужно, знаете, доставать все сумки с собой. В нашем случае все сумки лежали в автобусе и просто выборочно выбирали определенное количество сумок и их проверяли. Но это, скорее всего, зависит от загруженности таможни и от того, хочет ли таможенник все проверять. Но иногда бывает так, что просто выбирают выборочно некоторые сумки. Между прочим, некоторых людей снимали с рейса, они там провозили большие блоки сигарет, что запрещено, в принципе, провозить с Украины, так как в Польше сигареты дорогие. Итак, следующее слово. У меня только личные вещи. Например, у вас в сумке только личные вещи. Мам, тылко жечь особисти. Мам, тылко жечь особисти. Следующее. Надо заполнить декларацию. Вам надо заполнить декларацию. Прошем выпильнить декларацию. следующая фраза у вас есть что-либо что-либо еще чима пан пани со 6 чима пан пани со 6 видите почти везде употребляется пан и пани чима пан пани со 6 нет у меня больше ничего нет не не вам южниц венцы не не мам ежниц венцы венцы ничего больше венцы венцы это в польше берется больший 음식 поменьше в ней мент в больше мне их меньше есть ли у вас с собой какие-либо деньги чима пан пани и а киш offgenıyor запч purpose этим апон пани и я киш плинон запчіл это запрещено вывозить за границу последнее слово как будет таможенник либо таможенный служащий таможник цельник цельник и таможенный служащий у женник цельные уже ник цельны и так это были основные слова и фразы которые могут вам понадобится на таможне ну конечно их может быть больше но я думаю таможенники уже научились понимать украинский или русский так как много кто едет и не знают вообще польский поэтому скорее всего не научились понимать некоторые Итак, кому было полезно это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и ждите еще видео, в которых будет еще больше интересных и полезных слов для вас. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр данного видео. Всем хорошего дня и до свидания.